Как я пришла в восточную медицину? Такие вопросы тоже задают часто. С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, специалист по антивозрастному менеджменту. Не забывайте ставить лайки и делиться интересными видео со своими близкими. Итак, друзья мои, уже на пятом курсе института я поняла, что современная медицина не может решить те вопросы, которые я надеялась с ее помощью решить не только для своего здоровья, для здоровья своих близких, но и для других людей. То есть хронические заболевания не лечатся, и фактически только хирургия и заместительная гормональная терапия как-то серьезно решают проблемы со здоровьем. Ну и, естественно, стоматология, естественно, офтермология, которые особенно очень сильно шагнули вперед за последние 25 лет, например. Мои проблемы были какие? И, кстати, кстати, я уже на шестом курсе института получила диплом РМАПО московский по гомеопатии, потому что мне уже требовалась какая-то альтернатива, потому что обращались знакомые с просьбой их полечить. А я очень часто страдала простудными заболеваниями. У меня были хронический гастрит, хронический дуадемит, холецистит. Я часто даже в детстве лежала в больнице, я страдала от железодефицита, но тогда, в общем-то, диагностика была не такая, как сейчас. У меня были хронические гаймориты, включая массированную антибиотикотерапию, проколы, пункции и хронический танзелит. Вот это бесконечно шло. А учитывая, что я после института пошла работать в стационар, в родильный дом, потом еще параллельно был и стационар, то микрофлора там очень злая. И никакой мойкой, никакими специальными обработками убрать нельзя, поэтому палец поцарапаешь гной какой-то сине-фиолетовый. И бесконечное, бесконечное обострение, устойчивость микрофлоры к антибиотикам, и я уже не знала, что мне делать. И попробовала, попробовала, почитала, какая есть альтернатива. Купила элементарные совершенно препараты, масла, которые у нас тогда были в Москве. И мне очень понравилось. И мне очень понравилось. Я для того, чтобы снять отечность носовую и нормально дышать, везде носила, во всех сумочках, сосудосуживающие капли. И, естественно, все побочные эффекты ощутила на себе. Ну и, конечно, даже на холоде, поговорив на улице или что-то выпив, даже не теплая комнатная температура, какую-то жидкость, у меня обострялся танзелит. Вот это было ужасно. И когда я попробовала, мне понравилось, я решила это углубленно изучить. Поехала в Индию и полечиться, и поучиться. Дальше начала это все применять для своей семьи, для своих детей, для своих близких. Рассказывала своим коллегам. Ну и поскольку у меня всегда была параллельно частная практика, естественно, с удовольствием делилась этими знаниями и со своими пациентами. Ну и так это все передавалось, передавалось, как говорится, по сарафанному радио. И я поняла, что это очень-очень эффективно. И для профилактики, и для лечения особенно острых заболеваний, и для восстановления здоровья, в том числе женского. И для того, чтобы поддерживать, реабилитировать очень сильно пожилых людей, которые горстями аптечные лекарства принимают с множеством побочных эффектов. И это не решает их проблемы. Ну и дальше я уже стала практиковать. Потом меня пригласили преподавать в Российский университет дружбы народов. Я участвовала в разных конференциях по аюрведе. Ну и мне тоже стало мало в определенный момент одной аюрведы, потому что я не находила ответы на какие-то вопросы. Оставались пробелы, и тогда я начала изучать традиционную китайскую медицину. И многие ответы на вопросы нашла там. Ну и когда сама я уже сильно повзрослела и поняла, что, да, вот мне, например, уже 47-48, по-моему, лет было на тот момент, и чего-то еще не хватает, я пошла учиться к профессору эндокринологии Светлане Юрьевне Калинченко. Поняла, что такое хорошие, нормальные, адекватные дозы Д3, как правильно лечить анемию, как не бояться заместительной гормональной терапии, в том числе именно паузальной, как правильно выбирать, кому какая подойдет, и какие есть противопоказания, и как это все правильно применять, сочетать и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас у меня очень хорошие инструменты в руках. Ну и, конечно же, пришлось получить еще одно высшее образование – психологическое, потому что врач лечит словом тоже. И здесь мне нужно было понимать, каким пациентам еще нужна моя поддержка. Именно психологическое мы до сих пор устраиваем различные психологические сессии, консультации, и в программе длительного наблюдения у меня обязательно есть психологическая поддержка и разные консультации, диагностика, сессии. И вот таким образом получаю самые хорошие результаты от своей практики.